Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, сегодня это видео для вас, если у вас темнеет в глазах, возникают головокружения при резком подъеме с кровати. Скажите, было ли у вас такое, когда при резком и даже, что хуже, плавном подъеме с кровати после сна, у вас возникало головокружение, темнело в глазах, а у кого-то даже были омороки. И это признаки ортостатической гипотензии. При этом происходит снижение артериального давления в положении стоя. И помните, что это не отдельное заболевание, а серьезный симптом. Итак, из данного видео вы узнаете о всех причинах такого состояния, что усиливает это состояние, каково лечение, то есть как и чем убрать эти причины такого состояния. И какие тесты вы сможете сделать самостоятельно для диагностики и определения данной проблемы. А также я дам вам важные советы, чтобы впредь такого состояния не допускать и не изнашивать организма раньше времени. Ведь подобные состояния небезопасны и приведут рано или поздно обязательно к болезням, если вовремя их не устранить. Итак, причина снижения артериального давления, которое развивается в положении стоя. От чего возникает это состояние? Лежа долгое время у нас в ногах и нижней половине туловища скапливается на 1-1,5 литра крови больше, чем в верхней части организма. Перемещаясь из лежачего положения в положение стоя, в результате такой резкой смены положения падает венозный возврат тока крови. Так как к сердцу резко начинает притекать крови меньше, на этот объем условно застойной крови, потому сердце не может обеспечивать адекватный выброс крови в аорту и далее во все артериальное русло организма. Тогда падает ударный объем сердца. Крови по организму временно циркулируют меньше нормы, чем в обычное время бодрствования. И в результате этого падает артериальное давление. Тогда в это время крови до головного мозга доходят недостаточно, оттого и возникают потемнения в глазах, головокружения, именно из-за недостатка кислорода для мозга в данный момент времени. А у некоторых людей даже наблюдается потеря сознания. Что же усиливает это состояние? Каковы мощные факторы воздействия? Так вот усиливает это состояние малое потребление воды днем предыдущего дня. И потребление большого количества вареной, жареной пищи и малое при этом потребление живой, сырой пищи, зелени, усиливает замедление кровотока и потребление вареных крахмалов, хлебобулочных изделий, картошки и тому подобное. Поскольку это ухудшает пропускную способности крови через печень. Смотрите мои лекции о печени. Помните, что при малом потреблении воды кровь густеет от своей нормы. И такую кровь сердцу труднее по сосудам прокачать. Это же так просто. И помните, внимание, я говорю о воде, а не о других жидкостях. Только вода является универсальным растворителем. А если между молекулами воды уже что-то растворено, я говорю о любых напитках, то такая вода не может быть, во-первых, идеальным растворителем. И во-вторых, только вода может разжижать кровь. То есть разбавлять количество форменных элементов в крови. А поможет кровь сделать более текучую? Без слипшихся эритроцитов водородная вода с отрицательным ОВП. Тут два фактора в одном. То есть дело не только в ОВП. Посмотрите хотя бы вот это мое последнее на данную тему видео. А ссылка на данное видео будет под видео, как всегда. Вот эти приборы, водородные генераторы водорода и свободных электронов, самое главное, безопасные и максимально эффективные. Вы сможете купить на нашем сайте nadgard.ru, если, конечно, сочтете это нужным. Ссылки в описании. Да, совсем немного рекламы про мои видео. Смотрите мои видео, не ленитесь. Практически на любую проблему со здоровьем у меня на канале есть видео. А значит, есть пути решения той или иной проблемы. Можете просто набрать фролов гипертония, фролов поджелудочная железа, фролов лимфатическая система, фролов грибки или фролов паразиты и так далее. И скорее всего, вы найдете интересующую вас тему. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. В норме регулируют частоту сокращения сердца и объем циркулируемой крови нейрогуморальная система организма. При резком подъеме с кровати, сосудодвигательным центром в головном мозге, активируется симпатическая нервная система и отключается парасимпатическая. Таким образом, давление в считанные секунды в норме восстанавливается. И тогда головокружений нет. И если ответ симпатической нервной системы замедляется, тогда возникает ортостатическая гипотензия. Она может быть острой и хронической. То есть, периодически, но постоянно возникающей. То есть, регулярно. Острое бывает и у относительно здоровых людей. Например, при потере жидкости, при загущении крови. Скажем, вы много потеете, но мало пьете воды. Или просто мало пьете воды для нормальных биохимических процессов организма. Бывает такое состояние при потреблении мочегонных средств. Или лежачий долгое время больной смог или решил резко встать. Бывает и при недостаточности надпочечников. При потреблении алкоголя. После приема обильной пищи вечером. Тем более на ночь, особенно быстрых углеводов. Очень часто такое состояние бывает при высоком инсулине. И при перетренировках у спортсменов. То есть, при перевозбуждении парасимпатической нервной системы. А хроническая ортостатическая гипотензия чаще всего бывает из-за износа организма. При атеросклерозах, при разных болезнях нервной системы. При старении организма в целом. И при длительных приемах препаратов от давления и мочегонных средств. Теперь вы знаете все причины такого состояния. Вы знаете факторы воздействия. А что же делать? Во-первых, обследоваться. Сдать анализы крови на креатинин, сахар, инсулин, гормоны щитовидной железы. На электролиты. Ну и, конечно, сделать самостоятельный тест. На понимание этой проблемы, по крайней мере, будете знать, она ли у вас или нет. Тест простой. Вернее, их два. Первое утром, не вставая, на кровати лежа, померить давление и померить частоту ударов сердца. Встать, как вы обычно это делаете, и померить через одну и через три минуты. Если через три минуты систолическое, то есть верхнее давление, снизится более чем на 20 миллиметров ртутного столба, а диастолическое давление, то есть нижнее, снизится более чем на 10 миллиметров ртутного столба, или упадут оба этих давления, то у вас точно и однозначно есть ортостатическая гипотензия. А второй тест таков. Если частота сердечных сокращений при подъеме с кровати возросла более чем на 30 ударов в минуту, то это говорит о недостаточном объеме циркулирующей крови и косвенно указывает на данную проблему. А если прирост сердечных сокращений произошел на 10 или менее 10 ударов в минуту, то это говорит о дисфункции симпатической нервной системы. В норме этот прирост должен быть на 15-20 ударов. Итак, советы таковы. Во-первых, не ешьте на ночь. Лучше вообще не есть после 16.00. Я это подробно обосновал и доказал в моем вот в этом данном видео. Перейдите на раздельное питание. Уберите из рациона питания сахара. Категорически не потребляйте никакой алкоголь. Пейте достаточное количество воды, но не загустителей крови, вроде кофе, киселей и тому подобное. Пейте водородную воду с отрицательным ОВП, но только из безопасных приборов. Так как помните, что любые металлы, из которых сделаны электролизные блоки, протоннообменные мембраны, если только это не титан, покрытый несколькими слоями платины, реально они по бумажкам. Вот только в этом случае эти приборы могут быть безопасны, а если нет этого, то они опасны, так как будут выделять в воду атомы себя. То есть любые металлы при электролизе, кроме платины, отдают свои атомы в воду. И человек постепенно травится тяжелыми металлами. Помните об этом. Где приобрести лучший и, главное, безопасный водородный генератор, я уже сказал, на нашем сайте nadgard.ru. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Скоро будут другие интересные видео на моем канале. Не забывайте, подпишитесь, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик, на уведомления о выходе всех видео. Не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео? Я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю. Имейте это в виду. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.